Так, у нас новый очередной день, мы выходим с этого прекрасного Снейк Айленда, который, кстати, давайте я вам его сейчас покажу. Он очень красивый сегодня с утра, потому что Extreme Low Tide, и он сейчас соединяется с землей. Но нас интересует другая группа островов, мы сейчас запускаемся и выходим. Единственный минус, у нас отвалился эхолот, ну и хер с ним. Ну, в общем, запустился эхолот, почему он отваливается, я не знаю, наверное, разъемы, как обычно, все позгнивали, в общем, надо с ним что-то делать будет, в общем, пока работает. Так, Дина у нас пошла на нос, уже занимается подъемом якоря, давай, ап. Наш переход займет 22, по-моему, или 25 миль, что-то такое. Так, мы уже вышли, забросили, спиннинг там стоит, до следующего острова нам где-то миль так 22-23 осталось, это со всеми рулежками и заходами, мы там вообще нигде якоринг не обозначен, и как и на вот этих островах, мы импровизируем, и будет не исключение туда, куда мы идем. Немножко тут волна есть, ну, как волна, это же волна не назовешь, там где-то полметра, но все равно мы уже чувствуем, офшор, офшор. Так, мы уже подошли, островочки, но очень сложный заход, смотрите. Наш якоринг вот здесь, то есть надо зайти здесь, карты не совпадают, здесь оно пишет 3 метра, 2 метра, 1 метр, здесь есть какие-то глубины. В общем, придется сейчас Дини на нос, как обычно, немедленно рулить, и смотреть, чтобы мы никуда не впилились. Ну, в общем, заход есть, но надо быть очень внимательными. У нас вон 17 метров, по карте у нас уже все, глубины нет. Чтобы вы понимали, как это все видно, вот там слева мелкое пятно. Если очень хорошо присматриваться, то его действительно видно. Мы его проходим слева, Дина его заметила, и справа риф, вот мы сейчас вдоль этого рифа идем, у нас глубина 19 метров, короче, очень эстрый сюжет. Вот там вот зелененькое пятнышко, вот это вот как раз мель мелкая. Вот там вот мелкие такие зелененькие видны полосочки, вот это было только что 2,7 метра. Ну, close, quite close. В общем, мы сейчас едем обратно задним ходом, где-то на 20 метров глубины, и там уже будем швыряться, потому что здесь как бы идет сначала 20, а потом сразу 0. Ну, не 0, то есть там в рамках якоря мы, конечно, доедем, но не хотелось бы иметь с этим проблем. Так, мы еще движемся задним ходом. Дина валит якорь, 21 метр глубины, пускай будет поглубже, но побезопаснее. Ну, на таких глубинах остановиться нужно очень аккуратно, нужно правильно вывалить количество цепи. Мы вывалили 60 метров цепи, аккуратненько натянули, зарыли якорь, еще 10, еще зарыли. И вот сейчас на 80 метрах мы где-то и будем стоять. Сейчас у меня показывает датчик 85. Я думаю, что вот так вот мы и станем на 22-метровой глубине. Так, все, у нас платформа скинута. Мы встали. Ну что, нельзя сказать, что здесь что-то прямо великолепное. Ну, птички поют. Я думаю, что если бы была солнечно и тает пониже, то было бы вполне себе красиво. Но у меня есть большие подозрения насчет количества комаров. Я думаю, что они нас и здесь найдут. Значит, будем спасаться привычным способом. Продолжение следует... Не знаю, народ, что здесь такое. Но тут такое количество мух. Это просто жесть. Тут даже вот выходишь из Нандина, там трупы собирает пылесосом. Короче, выходишь, спал, все нормально было. У нас там сеточки стоят. Входишь в комнату, прямо гул. Ай, ладно, давайте я вам покажу хотя бы, как здесь красиво. У нас отлив будет в 10 утра, но все равно уже пляжи появились. И такие достаточно приличные. Вот эта белая полосочка, это песок. Надо будет так пройтись, прогуляться. Может прямо туда до... Или до угла, или все. Но стоять здесь, конечно, прикольно. Посмотрите, какая ровная вода. Прямо отражение неба. Все это такое красота. Так, мы вот едем. Даже непонятно, как тут к берегу проехать. Тут очень мелко. Вот там, под темно. Так, туда же выехать как-то надо. Ой. Так, выехали на берег. Здесь такой пляж большой. Ну, лоутай, да. Сейчас пройдемся, посмотрим. И здесь еще воняет сероводородом. Просто жесть. Может из-за этого тут куча мух. Хотя непонятно, что это. Какая-то тухлая вода, наверное. Где-то здесь. Ля тухля. Ля тухля. Ну, красивый пляж. Ну да, сейчас вот он огорился красиво. Мы пришли, и вот не было. Да. И с этим запахом здесь, конечно, шашлычки на берегу. Не пожаришь. Воняет сильно. Джунгли дикие. Между прочим, здесь пальмы растут. Ну что, как? Птиц поет. Да. Дичь. Тут на берегу какой-то домик. Ну, он заброшенный. Просто домик рыбака. Я думаю, что сюда приезжает там кто-то. Когда рыбу готовят, там может быть, там что-то с ней делают. Или просто пережидают там погоду. Лодка стоит. Но здесь, по-моему, никого нет. Ходил дядечка. Ходил дядечка? Да, ты видел? Да, видел. Вот какой-то плотик. Сейчас я вам подойду поближе покажу. Ну, вот этот плотик. Из бамбука. Внутри пенопласт. А сверху бамбук. Да, можно за собой тащить. Пляжик такой идет через мангровые заросли. Это сейчас супер low tide. Посмотрите, как отлило все. На километрах несколько, наверное, в длину. Так, видите, какой сейчас отлив? Вот это все отлило. И это еще сейчас не самый пик. Здесь сейчас будет через час плюс 70 сантиметров. То есть, если мы возьмем еще там какой-нибудь там минус 70 сантиметров, тут, наверное, вообще вся бухта пересыхает. О, какая здесь пальма красивая. Спектакуляр. Тут, наверное, когда вода, это вообще все выглядит шикарно. Смотрите, здесь вот эта песчаная банка. Здесь в воду макается пальма. Тут, наверное, где-то по колено. Вон лодочка стоит рядом. Да, да, да. Ноги проваливаются так. И песочек такой мягкий-мягкий. Прямо как пудра такая, как мука. Смотрите, народ. Песочек. А вот это вот такой песочек рыхлый. Так вот, это не рыхлый песок. Это крабы, которые накопали вот это все. Это крабики. Их здесь. Они прямо формируют рельеф дна. Прикольно. А здесь их нет. Потому что здесь чуть-чуть повыше. Я думаю, что с этим мышиным царством нужно подвязывать. Дина у нас выгребает якорь. И сваливаем отсюда. Идем на следующий островок. Здесь выходить, как и заходить, всегда такой челлендж. Рядом много рифов. Но днем хорошо их видно. И в принципе, они на гугл-картах есть. А карты, которые навигационные, вообще полностью не совпадают с тем, что есть на самом деле. Поэтому чисто визуальная навигация здесь происходит. Ближе к нам есть одно пятно. Мы его сейчас проходим. В общем, мы его знаем, потому что мы здесь с Мавиком летали. Вон уже здесь риф торчит. Видите, да? Спереди такой. Нам перед ним нужно будет повернуть налево. Я думаю, что еще чуть-чуть и будем поворачивать. А это будет еще промежуток. Еще не полетим там впереди. Да, согласен. Так, вот этот риф сбоку. Проходим. Здесь у нас пошла на увеличение глубина. То есть я думаю, что мы все вышли отсюда. Ну вот, чтобы не терять время, у нас стирка on the way. То есть мы идем, а у нас сохнет белье. Вот такая вот великолепная история. Да, мы живем на лодке. И не важно, идет она или стоит. Ой, пацанчики большие такие к нам пожаловали. Больших минут. Ого, вон они там под водой. Вон они с нами есть, но они глубоко. Ты что же бы вдохнули? Выкнини, да вдохни. И что же не будет на тебя ругаться. Давай полудельфин получить. Кто большой. Странно, дельфины пришли, даже никто не вынырнул. Ни разу не вздохнул. Просто мимо нас пошли. Попищали. Попищали цехолотом, поругались. Пошли все дальше по своим дельфинским делам. Тут я огромная. И вон там. Да, да. Большие. Ооо. Какие-то прямо огромные, да. Уже спереди появились наши островочки, те, которые нам нужны. И вот где-то посередине, чуть-чуть правее вот этого большого, вот прямо спереди, будем искать себе место для якоринга. Попускаем на мель, страшно. 16 метров. Сколько? 12, 11, 10. Ну а дальше будет еще мельчать. Согласен с тобой, еду вперед 35 метров глубины. Дина показывает ехать сюда. Мы сейчас приедем, посмотрим. Потому что, ну здесь, коралхеды очень контрастные. То есть, и мы на Хайтайде заходим. А это значит, что реально уедем еще вниз на 2 метра. Если мы стоим на 6, будет 4. Ну, короче, может жопа быть. Так, вот тут точка. Вот она. Дина бросает якорь. У нас 7 метров глубины. Я поехал назад. 17 метров у нас вывалено. С такой качкой боковой мне этот якоринг... Мне якоринг здесь этот вообще не нравится, когда вот так вот все качает. То есть, это некомфортное состояние. Это, конечно, типа не что. Дина там болтается из стороны в сторону. В общем, мы сейчас будем выниматься и идти уже куда-нибудь подальше. Короче, встать у нас в этом великолепии не получилось. Уходим и идем аут отсюда. Ну, бывает такое, что поделаешь. Народ, всем доброе утро. У нас великолепный день. Нам дали немножечко ветра, хоть и встречного, но зато в том направлении, куда нам нужно. У нас... Мы идем на полных парусах. У нас сейчас более стабильная обстановочка, чем на моторе вот это вот качаться по всем вот этим буеракам. Ну, ровная погода. Ветер обещает поменяться и зайти даже до бокового. Ну, в общем, будет великолепно. У нас по прогнозу ветер немножко сползать должен вбок. Вот мы шли... У нас ветер был где-то 40. Так, ну, прямо мы шли вправо. Сейчас у нас уже мы подвернули чуть левее. Вот здесь вот мы сейчас чуть-чуть левее подвернули и уже 45. Подождем, пока будет 50 и отвернем опять на 40. Потому что вот красная полоска, это наш генеральный план. Мы все-таки идем чуть правее. Ну, а потом ветер, когда сползет пополам, на полветра, то мы подвернем уже на наш курс и будем идти в нашем нужном направлении. Всем доброго утра. У нас новый день. Мы уже почти дошли. Вот этот остров, там внутри бухта, и мы в нее сейчас идем. Заход сложный. Сейчас будем делать так. Мы заходим, бросаем якорь, отъезжаем назад. И с берега привязываем тузик... Тузиком привязываем лодку за одну из задних уток. В общем, бухта узкая, не более 100 метров в самой широкой части. Поэтому достаточно остросюжетно. Мы идем вот сюда. Тут еще мелкий заход. Вот так это все выглядит. Вообще ничего не понятно. Но, наверное, вот эта первая бухта выглядит как будто она. Ставили на берег гонца. Гонец едет с веревкой для того, чтобы нас там ждать. Так, я сейчас стою, ожидаю, пока там Дина со всеми делами закончит. Но вообще такой сложненький заезд. Хотя, сейчас посмотрим, как оно будет по факту. Так, вот там видно голубая вода. Посредине есть заход. Вроде как бы проблемы быть не должно. Вот как Дина едет, вот где-то там вот он и есть. Лее, чем вот я сейчас прошла последние три метра. Услышал? Да, услышал тебя. Там такой носик достаточно острый. Не страшно? Ну, в целом тут достаточно глубоко, мне кажется. Сделайте, я просто говорю, что у меня показалось, что последнюю часть изначально еди так же, как я, но там чуть-чуть дальше так, чуть-чуть левее от меня. Принято, принято, хорошо. 14 метров. И мы сейчас заходим в бухту. И здесь будет 20 метров. Так, ну, есть. Вот сейчас тут 12 метров. Сейчас я развернусь. Знамя, это мель. Сейчас здесь 14 метров. Так, вон, Дина веревка готова. Мы уже носом в пляже стоим. Ладно, меня этим не испугать. Народ пипец, мне тут нравится. Сейчас мы еще хорошо встать. Посмотрите, какая красота там. Вообще великолепно. Вообще суперски. Это черепахи. Народ черепахи. У них брачный период. Ах, ну, это мель. Ах, ну, это мель. Ах, ну, это мель. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, вот мы встали. Смотрите, до берега. Вообще можно пешком пройти. Со всем рядышком. Бухточка такая великолепная. Мы в ней вообще одни. Никого здесь больше нет. О, Дина переправляется здесь. Даже не заводя мотор. Экономь топливо. Прямо такой обрыв вниз идет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот если мы посмотрим с берега, то у нас открывается вот такой великолепный вид. Мы стоим на самом деле достаточно близко от берега. Потому что если вот так вот посмотреть, вот видно, здесь начинается глубина. Но вы уже видели, откуда она начинается. У нас идут два стернлайна, которые идут на берег. Ну и давайте я вам сейчас пройдусь. Здесь маленький пляжик. И я сейчас пройдусь, покажу вам, насколько здесь прикольно. Здесь в глубине такой прямо джунгли-джунгли. Сильно далеко здесь зайти не получится. Потому что вот вы видите, там вдалеке это уже вертикальная стена, которая нас отрезает от всего остального мира с другой стороны. Тут Дина у нас собирает ракушки. Да, очень много красивых. Ну что, тебе нравится здесь? Очень. Здесь вообще шикарно. Я здесь и плаваю со стаимы рыб, и ракушек здесь очень много. И они как раз, я люблю, маленькие. И здесь супер маленькие. Нельзя сказать, что этот пляж, ну, прямо какой-то супер огромный. АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, в каждом месте, куда мы пребываем, я обязательно сразу же иду плавать. И исследовать, что же тут есть интересного. Здесь оказалось такое, что дно очень простое, скромное. Рифа здесь нету. Есть очень большой дробь с мелководья на сразу большую глубину. Именно поэтому мы стоим так близко к берегу. Сережа говорит, что рыб нету, потому что он рыбак-неудачник в данной ситуации. Но рыбы там есть, как видите, и мелких, и крупных, и вполне съедобных. Рифа нету, но мертвые кораллы. И что удивительно, вообще для меня супер неожидаемо, здесь оказалось огромное количество ракушек. И я каждый день просила Сереже остановиться здесь еще на денек побольше, потому что каждый день я собирала целый пакет. Таким образом, я проводила где-то по паре часов в день, плавая вот именно в этой одной маленькой бухте. Ну и поскольку у меня была задача всматриваться в дно, здесь оказалось водятся мои любимые нуди-бранчи. Они же голожаберные моллюски. Один из них вы видите сейчас, называется Джимнадорис цейлоника. По-русски я не уверена, как он называется. Я их здесь встречала каждый день. Они такие симпатичные, полупрозрачные. У них вот видны органы на просвет, какие-то оранжевые, какие-то фиолетовые. В общем, такие симпатичные штучки. Они, как правило, все голожаберные моллюски очень маленькие. И эти не исключение. Длину около 5 сантиметров. К сожалению, со мной не было камеры для подводной макросъемки, но имеем, что имеем. Выглядят они вот так. Вот эта смешная корона у них на попе, это как раз и есть их жабры. Поэтому они называются голожаберные. Вообще, забегая вперед, хочу сказать, что это акватория, в которой их очень-очень много видов. И дальше будет еще больше. Потому что я увлеклась этим видом. Я их коллекционирую теперь. У меня фотоохота. Каждый раз, когда я плаваю, я ищу этих много бранчей. Так, ну что, наша бухточка гостеприимная, великолепная. Уже себя исчерпала. Мы здесь провели порядка недели времени. Нам очень понравилось. Но у нас план. Мы хотим попасть на Раджоампад. Напоминаю, что это находится рядом с Саронгом. И это акватория, которая знаменита своими великолепными подводными мирами. И огромное количество эндемиков. Собственно, туда мы сейчас и собираемся. У нас случилось небольшое приключение. Мы ныряли с камерой GoPro. У нас была GoPro 11. И, собственно, на нее мы снимали весь блок. И в нее затекла вода. И камера полностью умерла. Поэтому до Саронга у нас путешествие не сохранилось. Мы просто прошли через большой пролив. Напоминаю, что вышли мы из Туала. Прошли вдоль гряды островов на север. Постояли на нашем великолепном островочке, который с бухтой. Который мы назвали Черепашьей бухтой. И дальше через пролив. Мы подобрали правильно время. И нам течение помогало. Зашли уже в Саронг. Это остров Папуа. Ну и вот вы видите сейчас съемки с дрона. Мы вам показываем, как выглядит Марина. Здесь, кстати, две Марины. Марина Саронг. Это та, в которую мы сейчас заходим. И вторая, которая прямо в Саронге посредине находится. Мы в нее не могли зайти по осадке. Потому что там до двух метров лодки могут зайти. А мы можем зайти сюда. Причем только на высокой воде. Вот увидите, даже внутри в Марине есть такие внутренние песчаные банки. И нам нужно, чтобы воды было много. Потому что на Мид Тайде мы уже где-то 30 сантиметров над землей. И можем уже шкрябаться килем. Хотя я думаю, что проблемы с этим не будет. Потому что здесь в любом случае мягкий грунт. Но крайне не хотелось бы, чтобы это происходило. Кстати говоря, эта Марина, это не совсем Марина. Это раньше был резорт. И там какая-то очень мутная история десятилетней давности. По поводу владельца, который там отмывал денег и занимался каким-то непонятным бизнесом. Но сейчас эта Марина в аренде уже у других людей. И они оказывают сервис, размещают лодки, которые вот такие, как мы, приходят, чтобы дальше идти в Раджиампад. Так как там достаточно все на лоу-баджете, то они плавненько-плавненько занимаются ремонтом. И может быть в будущем починят, собственно, эту Марину, сделают, может быть, сделают резорт. А сейчас вы видите, как мы заходим в саму Марину. Нельзя сказать, что это просто. Мы полетели дроном, сделали аэрофотосъемку, посмотрели, где мельче, где глубже. Ну и заходим уже в Марину непосредственно по тем местам, зная, где у нас могут быть сложности с заходом. Ну, в общем, вот такая вот здесь история. Для того, чтобы тут становиться, вы подходите к точке, в которую вам нужно встать, бросаете якорь. И такой греческий способ швартовки. Вы отъезжаете задом, разматывая цепь, и уже на берег бросаетесь тернлайн. Но на берег выхода нет, и мы должны будем использовать тузик, чтобы приехать на пирс. Ну, в общем, вот такая вот история. Кстати, нас немножко смутило то, что лодки, которые здесь стоят в лонг-терме, у них на всех лайнах висят бутылки от крыс. Так как мы помним нашу историю с мышенькой, то повторения нам супер не хотелось. И мы также повесим бутылки из-под, 5-литровые бутылки из-под воды, чтобы к нам не пришли какие-то нежданные гости. В общем, вот такая вот здесь швартовка. Лодок в зависимости от сезона много, либо же мало. Мы пришли, сейчас считается очень низкий сезон, и лодок почти нет. Собственно, сама Марина находится рядом с другими жителями деревушек, в которых находятся рыбаки, либо прочая инфраструктура рядышком. Но это все находится где-то в 15 минутах езды на такси. И, в принципе, это территория, где только находится бывший резорт. И рядом есть ресторанчик. Кстати, в ресторане нельзя сказать, что какая-то там супер еда, сколько мы там были. Они такие достаточно ленивые, не хотят готовить. Ну, то есть, какое-то там, естественно, местное блюдо ты можешь купить. Но так как они здесь не сильно хотят, не сильно стараются, то есть люди приходят, покупают стандартный набор, типа рис с курицей, рис с рыбой и все. Все вот эти домики, которые вы сейчас видите, это все заброшка. И здесь, я думаю, что какие-то местные жители просто самозахватом в них поселились и живут. Потому что мы видим несколько домиков, которые просто заселены местными. И возле них стоят вот эти большие суда, которые, ну, в Марине мы напротив него бросали якорь. И вряд ли это то, как это изначально планировалось, чтобы здесь стояли какие-то коммерческие лодки. То есть, это все-таки Марина и все-таки резорт, который, ну, вы видите эти домики, они изначально были сделаны достаточно хорошо. И посмотрите, какой здесь великолепный и огромный бассейн. То есть, это просто реально по глубине и по размеру олимпийский бассейн. Очень красиво здесь все сделано. И, к сожалению, это все такое приходит в упадок. Потому что, я так понимаю, местные жители не самым лучшим образом следят за инфраструктурой и поддержанием ее в каком-то работоспособном состоянии. Ребята, которые, вот я вам рассказывал, арендуют Марину, они обеспечивают только стоянку, а вся эта инфраструктура именно с ресторанами и со всем это к ним отношения не имеют. Такое место, куда и местные, ну, местные в основном приезжают, чтобы провести время. Туристов здесь я не видел. Видел только яхтсменов, которые с лодок могут прийти, там, посидеть в Wi-Fi, либо что-то заказать себе из еды. Ну и, собственно, все. А остальное, остальные посетители, это только местные. Ну, я так понимаю, что здесь еще платный вход. Они сюда приходят провести время. Так, ну, я думаю, что на этом наш выпуск уже будет подходить к концу. Я дальше вам буду рассказывать про Саронг и про всю эту местную акваторию. И мы уже пришли в Раджа-Ампад. Поэтому дальше мы будем вам показывать на... Показывать такие крутейшие места. Мы просто в восторге. Все, друзья, подписываемся на канал, проверяем колокольчик. Напоминаю про наш телеграм-канал. И до встречи в следующем выпуске. Пока!